Так никто еще никогда не унижал Путина. Мы сдадим тебе Ростов, мы сдадим тебе Воронеж. Пригожин не создавал Вагнера. Вагнера создавали другие люди, бывшие офицеры ГРУ. Патрушев, это серьезная фигура или нет? Медведев, бывший президент, это серьезная фигура или это твиттер-тролль? Пригожина, знаете, знакомы с ним? Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Михаил Касьянов, бывший президент правительства России, один из немногих эмигрантов, кто по-настоящему изнутри знает, как работает российская власть. Команда программы «Втренде» встретилась с Касьяновым здесь, в Риге, где он и живет. Михаил Касьянов, добро пожаловать в программу «Втренде» на «Дойче в мире». Здравствуйте, рад быть с вами, спасибо. Михаил Михайлович, знаете, я начну с такого вопроса сразу. Скажите, вы Пригожина знаете, знакомы с ней? Не знаком, но скажу так, один раз я его видел. В свое время, когда я правительством руководил, один из рабочих визитов в Петербург, я пошел в ресторан по рекомендации Владимира Путина. И вот хозяином этого ресторана был как раз Пригожин. Он нам и накрывал, и подавал еду, и наливал. И наливал тоже. Да, ну поскольку это было еще в середине дня, водку мы не пили, значит, ну что-то какое легкое наливал. Потребили, да, понятно. И все. Все, я больше ни разу его не видел, и не слышал про его существование вот до последних времени, когда начало он там детское питание что-то финансировать, когда все скандалы начались и так далее. Если посмотреть на 24 июня, то, что случилось, естественно, сразу пошли разговоры, ой, это так, это так, 28 тысяч интерпретаций. Но есть какая-то часть аудитории, какая-то часть публики политизированной, которая думает, это все был какой-то большой театр и розыгрыш. И это был какой-то такой заговор очень сложный, и Путин тоже все понимал, и ФСБ все понимал. Это просто, ну, большая постановка такая разыгранная перед, там, камерами и айфонами всего мира. Что вы думаете? Ну, я думаю, это никакая не постановка. Пригожин требовал себе место под солнцем. Денег и место под солнцем. Что это означает? Требование номер один. Легализовать частное его, это, вооруженное формирование, чтобы он был также независим от Министерства обороны и вообще от государства, но был легальной организацией. И второе он требовал, обещанные ему деньги. Обещанные деньги, которые, видимо, были задержкой и вооружением. И на протяжении, вы помните, нескольких месяцев этот скандал с министром Шойгу развивался, с Герасимом и другими генералами, которые, по утверждению Пригожина, не выдавали обещанное вооружение. Ну, министров и других генералов можно понять. Нелегальное вооруженное формирование и нужно финансировать из госбюджета, через Минобороны. Конечно, люди понимают, что для них это основание сесть в тюрьму. Но Путин же дал указание, договоренность-то была. И они прекрасно об этом знают, и Пригожин об этом знает, что есть договоренность, а они не исполняют, потому что система и законы не позволяют это сделать. Они официальные люди, в отличие от Пригожина. И это не был мятеж ради смены власти. Не был мятеж за смену Путина. Мятеж в одном заключался. Заставить Путина, чтобы тот Путин заставил Шойгу и Герасиму, и других, выдать то, что обещано. Подождите, если он этого хотел, не хотел менять Путина, он не собирался, но он заявлял, я хочу сменить Шойгу и Герасимова. Это был фейк, он на самом деле их не хотел сменить. Он просто надавил, чтобы они дали. Когда идет разборка в таком менталитете, а менталитет криминальный, то там, конечно, уже мстя, что называется, она идет по полной. И он даже дошел видеть до чего, что начал давить на Путина. Что Путин, конечно, ему никогда не простит. Зная Путин и его характер, что на него еще давить, и так публично, и таким образом, так никто еще никогда не унижал Путина. Никто не унижал. А Пригожин дошел в своих криминальных амбициях и так далее. Была же договоренность, а ее не исполняют. А главная договоренность была с Путиным, и он решил давить на того, с кем была договоренность. Раз исполнители с его стороны этого не делают, нужно нажать на того. На главного начальника. На главного. Поэтому это была разборка двух частных лиц. В таком, в криминальном поле. Путина и Пригожина. Путина и Пригожина. И вы видите, ни один государственный институт не участвовал в регулировании этого конфликта. Ни один. Ни министр обороны, ни министр внутренних дел, ни директор ФСБ, никто. Это была договоренность двух частных людей, это их между собой конфликтная ситуация. И вся страна наблюдала за этим. В конце этого дня, вы помните, утром были жесткие команды арестовать в уголовное дело, потом бомбить. Полетели пять вертолетов, были сбиты, поскольку у него полное вооружение, выдано тем же Путиным, включая тяжелое вооружение и противоракетные системы, и систему ПВО, с которой мы ехали, вся эта колонна. Сбили пять вертолетов и один еще плюс самолет такого боевого слежения, армейского слежения. Это все частная, скажем так, разборка и с использованием таких инструментов. Это ужас, который в нашей стране, оказывается, может происходить. И теперь, как я теперь вижу, народ может еще не совсем, но люди, работающие во власти, на разных должностях, будь то федеральная власть, или региональные, понимают, что такое система управления у Путина. Вы хотите сказать, что система продолжает работать, просто система посмотрела, сказала, пусть Путин сам решает вопросы. Правильно? Ну, примерно так и было. Примерно так и было. Как эти, ну, банды формирования, или как незаконные вооруженные формирования захватили без боя, сдан миллионный город Ростов-на-Дону, сдан без единого сопротивления миллионный город Воронеж, и марш на Москву. Уже там, видите, начали потом уже губернаторы рыть, дороги перекапывать. Ну, со стороны вооруженных сил, кроме попытки изначально нанести удар, вертолеты были сбиты, дальше была команда не трогать. Ну, начались просто частные переговоры между двумя этими частными людьми, для того, чтобы решить возникшие недопонимания, проблему, и так далее, неисполнение обещаний, и так далее, и так далее. Вы считаете, что Лукашенко там действительно участвовал? Лукашенко фронтовал, фронтовал, чтобы придать какую-либо там государственность, и так далее. Но он был только для одного нужен, для того, чтобы куда-то вывести Вагнер, те, кто хотел остаться, значит, как Вагнер независимой организации, а не захотел идти в Минобороны. Вот скажите, в тот день, когда происходил мятеж, и сразу после этого, до сих пор, люди говорят, Пригожин остановился, потому что его подвели какие-то союзники, которые у него были, либо в армии, либо в ФСБ, какая-то, ну, как говорят, крыша, которые ему обещали, что у тебя все будет нормально, мы сдадим тебе Ростов, мы сдадим тебе Воронеж, а дальше вот чего-то не сдали, и он поэтому вынужден было идти на переговоры. У него были союзники в власти? Я считаю, что у него не было никаких союзников, и нет. Пригожина, я уверен, все генералы просто ненавидят, так же, как генерал Армейский, так и генерал ФСБ, поэтому ему места в России, даже в криминальной России, нет, да ему места и в Беларуси особого нет, поскольку в Беларуси, ну, под полуконтролем российских властей находится, поэтому его место в Африке, я думаю, что он уже, наверное, там, получив свои деньги, то есть, добившись исполнения обещаний, не знаю, где он находится, но его, конечно, нахождение в России опасное, никаких союзников у него не было. Здесь надо разделить Вагнер и Пригожина. Пригожин – враг для Путина, а Вагнер – это важный инструмент в руках Путина, который он эффективно использовал, как ему кажется или казалось, эффективно использовал в разных местах, включая и Крым, включая Донбасс, и теперь полномасштабную войну, да, поэтому этот инструмент важный. Пригожин не создавал Вагнер, Вагнер создавали другие люди, бывшие офицеры ГРУ, которые вернулись с разных спецопераций и нашли себя в обычной мирной жизни и решили работать так, как они умеют. Создали эту компанию, работали там в Африке и так далее, потом к ним присоединился Пригожин, уже там, скажем так сказать, с политическим крышеванием и поддержкой и так далее, и так далее. Ощущение такое, что они, конечно, хотят сохранить такую организацию, без Пригожина, естественно, для того, чтобы иметь в запасе такой элемент штурмовых, штурмовых, значит, атак. Они штурмовики, они не оборонены, не специализируются на обороне, чем сейчас занимается российская путинская армия. Они занимаются на штурмах. Они для этого будут нужны, Путину, видимо, в будущем. Он, наверное, так считает. Сотни тысяч российских бюрократов, госслужащих, те, на ком держится этот режим. Какой вывод они сделают? Как они после этого будут относиться к режиму и лично к Путину? Ну, я думаю, что первое, что они все-таки чуть-чуть разобрались, они понимают, что это произошло, но главное, что вывод какой, они для себя делают, и я делаю, и я думаю, что и многие россияне, что трещина пошла, и пресловутая стабильность, которую Путин нахваливал и убеждал себя и весь мир все эти 23 года, значит, Пригожин фактически эту стабильность всю разрушил. Миф разрушил, за что Путин его никогда не просит. Более того, я думаю, что он может быть даже ликвидирован, Пригожин, поскольку Путин такого не прощает. И поэтому все чиновники высокого уровня безусловно понимают, что пошла трещина и что Путин оказывается теперь уже не является в их понимании их лидером, защитником их интересов, защитником их собственности, интересов, активов в широком смысле, и не является модератором, то есть, так сказать, регулировщиком всех отношений внутри системы. Поэтому уже система, как я называю, дала трещину. А более того, я скажу, что Пригожин опередил Украину. Я ожидал, что эта трещина начнется со серьезных, весомых побед украинского контрнаступления. И я думаю, сейчас украинские победы предстоящие, они неизбежны, значит, они эту трещину будут очень сильно расширять. И как будут вести себя эти руководители на разных постах, что в федеральном правительстве, что в региональном, я думаю, что они перейдут автоматом, не задумываясь об этом, к способу протеста, то, что называется итальянская забастовка. То есть, возьмут свою должностную инструкцию, как положено исполнять, и любой приказ будут исполнять вот по этой инструкции, а не то, что там как есть, там сейчас все сделаем, а потом оформим задним числом, оформим какое-нибудь там постановление или распоряжение, значит, так уже не будет происходить. То есть, оперативность или строгость, или стройность вертикали власти уже, можно считать, начала разрушаться. Объясните, почему Пригожин эту трещину сделал? Ведь Путин решил вопрос, не было горящей Москвы, штурма Красной площади и так далее. Ну, они же все работают под законами, только Путину разрешено работать так, как он хочет. Они работают под законами и на каждого из них автоматом сразу же формируется крючок. Не обязательно, что он будет объявлен даже органами ФСБ или там МВД или Следственным комитетом, но эти крючки сразу же за любое мелкое нарушение, они сразу же формируются. И прекрасно любой вице-губернатор, тем более губернатор, они все прекрасно это знают. Чуть отступил в сторону, все. Так же, как и министры, и замминистры федерального правительства. Так работает система путинская. Внедрение коррупции и внедрение, так сказать, жизни по понятиям, а не по законам. И этот вот как раз путь, этот вот или там договоренность по этому мятежу как раз демонстрирует о том, что никаких правил, даже в, где-то там частично соблюдаемых, даже в таких вопросах, как жизнь и смерть, вооруженный мятеж, это жизнь и смерть, 18 человек погибло, что даже в таких вопросах не существует правил. ФСБ утром получает приказ возбудить угловное дело и арестовать, а вечером ФСБ получает приказ все отменить. Кстати, ФСБ это Путину не забудут никогда. ФСБ это не авторитарная организация, это корпорация. И они, Путину, это не забудут. Вот такое обращение с ними. Унижение. Унижение. Потому что они прекрасно знают, что они, ФСБ, являются главным инструментом удержания Путина власти. И Путин это прекрасно знает. Без них он завтра уже может потерять свою власть. Вот, поговорим про возможность потери Путина власти в этой ситуации. А у вас есть какой-то сценарий, как это может произойти теперь? Константин, у меня есть сценарий и даже там с потенциальными вовлечениями разных тех или иных людей. Но я сейчас не хочу это преждевременно. Но общий сценарий то, что я говорю, что трещина начала расширяться и будет расширяться. И то, что люди начинают пересматривать отношения к Путина. Прежде всего чиновники. К концу года проблемы будут нарастать. Проблемы финансирования. И финансирование этих повышенных расходов на оборону, на войну. Вот, поэтому осенью на фоне всего этого Путин должен будет еще объявить о том, что он победил на фронте. Для него нужна победа. А победа для него это замораживание конфликта, как он сейчас есть. Не конфликта, а войны. С удержанием тех оккупированных территорий, которые на сегодняшний день... Удалось. Да. Да. Это будет победа. Это будет, как вы прекрасно понимаете, как пропаганда это может преподнести. Будет преподнесено как огромная победа Путина, соединение русских земель, восстановление и так далее, собиратель земель и так далее. И Путин скажет, я иду на новый срок. Да. В марте же выборы. Да. Так называемые. Так называемые выборы, да. Ну, это фактически путинское самопереназначение. Но он же юрист и хочет, чтобы все было по конституции и провести формально все эти процедуры. Поэтому он должен это объявить в октябре или в ноябре о том, что он идет. Для того, чтобы он объявил, ему нужно создать платформу. Это победа нужна. А если к этому времени украинское контрнаступление освободит серьезную часть, которой не будет считаться, что Путин что-то приобрел, например, будет разрушен коридор между Крымом и Донбассом, то ничего, за полтора года войны и десятки тысяч убитых, ничего Путин не принес. И для Путина это уже серьезные проблемы, серьезный вызов, челлендж, значит, поэтому сегодня он едет в Дагестан, в один день отменил все ограничения санитарных норм, обнимается, целуется с людьми, показывает каждый день, как он любит народ, потому что он сейчас убеждает народ и себя, что народ сплотился. Он через слово говорит, Россия сплотилась против этого вызова, который этот преступник Пригожин и так далее, и так далее. Он понимает, что он выглядит слабоко, а эти действия, которые он делает, они еще усугубляют этот взгляд со стороны чиновников, прежде всего, которые... Которые в этом видят слабость. Которые в этом видят в этом слабость. Переназначение вот это на так называемых выборах в 2024 году ведь ему трудно будет организовать, это же будет странное шоу, ему нужна в кавычках победа. Как вы думаете, будет выглядеть вообще вот эта история? Ну, в этом и есть один из сценариев, конечно. В этом и есть. Вы сразу хотите все это... Ну, хоть что. фактически это будет не просто фальсификация, урны в одном месте, протоколы в другом месте, без какой-либо связи между ними. Поэтому, конечно, будут, я думаю, даже обычные полицейские или обычные офицеры, там, армейские или ФСБ будут считать, мы не голосовали, а таких, как мы, мы знаем, наших друзей полно, мы относимся плохо, Путин уже надоел, уже достал всех уже, значит, и вот такая вещь. Поэтому эти настроения в марте следующего года, то, что они будут уже начали сейчас сформироваться негативные настроения в отношении Путина, а за этим и отношения к войне негативные, в октябре-ноябре они усиливаются, а в марте они могут вылиться в какое-то вот совсем другое ощущение. То есть, я понял, что вы не хотите точно обрисовывать сценарий, мы сформулируем так, это все равно будет что-то верхушечное, правильно? Верхушечное, 100%, только верхушечное. Народ в России, если мы говорим о снизу, но вы знаете, как народ запуган и что делала власть все эти годы, всех там избивала, сажала в тюрьму и так далее, издевается, но примеров у нас много, значит, что в тюрьме происходит с людьми, поэтому люди, ну вы знаете, за одиночный пикет сажают в тюрьму сейчас, поэтому ожидать протеста сегодня не приходится вообще, и это объяснимо и понятно. постоянно звучат какие-то фигуры, ну из тех, кого вы знаете, вот условно говоря, там, Патрушев, это серьезная фигура или нет, или это уже пенсионер, который играет какую-то роль координатора, Медведев, бывший президент, это серьезная фигура или это твиттер-тролль? Две категории людей там находятся, одни, это очень маленький круг, который поддерживает Путина, и который в том числе вместе с ним формировали мысль или решение о начале полномасштабного вторжения в Украину. Это одна группа людей, возглавляет группу Патрушев, самый ближайший человек к Путину, а другие люди, просто они были даже не в видении, их никто не спрашивал, и они в принципе, ну если не то, что ненавидят, но хотят, чтобы все это быстрее закончилось, поэтому Путин для них сегодня просто это угроза. Их никто не спрашивал, почему они должны изменить свою жизнь, они попали все в санкции, дети их там любят за рубеж ездить, кто-то там учится за рубежом, кто-то там работает за рубежом, теперь они все с проблемами с какими-то, эти люди ни с того ни с сего у них разрушилась вся жизнь, они жили себе так хорошо, а теперь все, Путин разрушил, не спрашивая их об этом, поэтому они не относятся к нему позитивно, даже на высоком уровне, то, что вы называете на самом высоком уровне. Я уже не говорю, а там других министрах и замминистрах федерального правительства, которые тоже живут сейчас с проблемами все, а тем более сейчас видят, что он, конечно, не сильный лидер, не мудрый и удачливый руководитель. Вот это все говорили, и после Грузии 2008, и после Крыма, и Донбасса 2014, и после сбитого лайнера, и после всего, но пока никак это не материализовалось в качестве какого-то сопротивления Путину. В этот раз почему материализуется? Из-за Пригожина? Да, но эти, во-первых, эти люди не попадали под санкции ни после 2008, ни после 2014 годов. Если вы говорите о самой верхушке, значит, но у этих людей они обязательно думают, что у них есть какие-то там, значит, огромные активы за рубежом или что-то еще. Потому что, ну, генералы ФСБ, там, или генерал армейский, или старые чиновники еще с Советского Союза пришедшие, у них другое представление о нормальной жизни. Дача и машина, или две машины, значит, а не лодки, у друзей такие представления, да. А у этих вот чиновников, значит, занимающих высокие посты, у них, главное, чтобы было, неплохо было бы жить семье, значит, если еще дети учатся за рубежом, получили образование, это шикарное достижение. Ну, это нормальное, как бы, так сказать, объяснение их, так сказать, трансформации из советского взгляда на современные, значит, да. Поэтому в те годы они не ощущали этих проблем, ни после 2008, ни после 2014. А сегодня они все под санкцием. И у всех есть проблемы. А тут еще Пригожин, да? А Пригожин просто им помогает быстрее осознать конец, начало конца. Я считаю, что начало конца путинской эры вот началось как раз с Пригожинского мятежа. Представим себе, вот даже сейчас не хотим вдаваться в ваш сценарий, но вот Путин каким-то образом, так сказать, исчез из президентского кресла. Монахом на Афон ушел или что-то еще с ним случилось. Ведь по конституции премьер-министр становится исполняющим обязанности президента на 90 дней. Вы можете себе представить Михаила Мишустина в качестве исполняющего обязанности президента, а затем президента? Или же вы думаете, что это будет человек, который ну, поддержит стул и скажет кому-то другому садись? Нет, ну смотрите, это может быть Мишустин, может быть не Мишустин. Если вы говорите, что Путин исчезает сегодня, когда Мишустин во власти, конечно, это будет он. И это конституционный способ изменения ситуации в стране. А у нас должен быть именно только конституционный. Наши коллеги, мои друзья, коллеги, оппозиционеры, кто за рубежом, они считают, что почему сейчас Путин, Путинский режим рухнет, и они придут к власти или там демократы будут к власти. Это никогда не случится в этой ситуации, которая есть. При больном обществе и при отсутствии выборов такого не случится. Значит, все, и какие-то самозванцы или какие-то органы самопровозглашенные, это, конечно, не является способом решения проблем, которые сегодня в России есть. Должен быть конституционный способ смены власти. Любим мы, хотим мы этого или нет, но это через выборы президента. Поэтому вы правильно об этом говорите, что тот, кто на момент исчезновения Путина, если такой сценарий происходит, является премьер-министром, тот и становится во главе. Это будет компромиссная фигура. Это не будет замена Путина как лидера авторитарного. Нет таких людей, которые могут сегодня стать авторитарными лидерами. Путин всех в своем окружении почистил. Не в окружении тоже нет, кто-то в тюрьме, кто-то за рубежом, а в окружении он всех почистил. Поэтому это будет компромисс между кем и кем? Компромисс между людьми в первую очередь, теми нынешними руководителями, которые воздавляют силовые структуры, в которых есть подчинение люди с оружием. Вот они будут договариваться между собой, чтобы такого, как Пригожин, нигде не произошло, они будут договариваться между собой о компромиссии. Скорее всего, как вы считаете, гражданской, не имеющей истории с погонами? Да, я думаю, гражданские, да. Ну все, дальше, Константин, дальше мы начинаем уже перебираем. Вы сейчас уже скажете. Ну, вот мне интересно, вот приходит это новое руководство, выросшее, конечно же, из недр путинского режима. Это руководство, что оно будет делать с войной? Я еще раз подчеркну, что это будет в любом случае компромиссная фигура, и это будет прежде всего гарантия, что эти люди, которые согласятся этого человека поставить на пост, они первые будут получать гарантию, то, что эти посты свои, свои посты с людьми, с оружием, в подчинении, они сохранят, потому что это сохранение себя. А в дальнейшем уже они скажут, ну давайте что-то придумывайте, вы там большие ученые гражданские придумывайте, как это улучшать отношения с Западом и так далее, и так далее. Начнется движение, ничего у них получаться не будет. Поэтому через год после этого или через полтора-два максимум будут другие квази-выборы, для того, что-то еще там такое улучшить и настроить. Поэтому это такой процесс, процесс, он очень неприятный, не пойми какой, тем более там у нас есть бродячие военные с оружием, значит, которые постреливают время от времени, в регионах уже уехали с войны и там что-то постреливают, поэтому это будет очень неприятный для граждан вообще процесс, не то, что неприятный, опасный такой, серый такой период, который будет длиться несколько лет. В этих условиях война будет идти вялотекущая или будет замороженная? Вялотекущая, но вынужденная, любая власть будет вынуждена идти на переговоры по прекращению войны. последний вопрос. пригожинского мятежа, кто самый вот в рамках этой системы, кто пусть будет три самых влиятельных человека в России? Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Путин хочет у всех заверить в том, что он как был главным и единственным, так и есть главный и единственный. На самом деле это уже не так. Кто может прийти к нему на смену, это покажет время. Мы с вами можем это потом за пределами нашего сегодняшней беседы побеседовать за чашкой чая. Ну что ж, Михаил Касьянов, большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо.